Эту тему подробнее будем обсуждать с нашим гостем Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт, международник, к нам уже сейчас присоединился. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем все-таки с Сербии. Александр Вучич отказался ехать на саммит Брикс. Как вы видите, почему так вдруг Сербия осторожничает? Действительно, это некое предостережение от ЕС, что это якобы повлияет на путь Сербии в Союз. И все-таки поездка, это же ведь не заявка, как от Турции в эту организацию, в Брикс. Прежде всего, стоит понимать, что Сербия продолжает балансировать между Западом и Востоком. Я хочу тут отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину Сербия приняла тысячи беженцев из нашей страны. Неоднократно Белград осуждал российскую агрессию и отправлял гуманитарную помощь в Украину. Также президент Александр Вучич встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не с российским диктатором Владимиром Путиным, так как он с ним даже и не разговаривал с февраля 2022 года, о чем Вучич сам и признался. Также Белград делает все возможное, чтобы иметь собственную внешнюю политику, не связанную с Москвой. Хотя, конечно же, он много контактов поддерживает с Россией, но тем не менее, мы видим, что все более и более Белград отдаляется. Например, несколько таких есть случаев в последнее время, в частности, то, что Белград наращивает продажи боеприпасов в западные страны, которые затем идут на оборону нашей страны. И вот по оценкам Financial Times, с февраля 2022 года стоимость экспорта сербских боеприпасов в Украину через третьи страны составила около 800 миллионов евро, что, конечно же, существенно улучшило экономическое состояние Сербии. Также стоит понимать, что страны Западных Балкан – это потенциально наиболее близкие к вступлению в Европейский Союз Государства. И для этого Сербия, как страна-кандидат, должна адаптировать свою внешнюю политику к политике ЕС и работать над демократией и верховенством закона. И, как уже, скажем так, предполагается, что через пять лет Сербия может присоединиться к Европейскому Союзу. И поэтому она, вот еще второй пример, наращивает также сотрудничество с Европейским Союзом. Ну, один из примеров таких как раз есть то, что недавно Европейский Союз и Сербия подписали ключевое соглашение о развитии проекта по добыче лития. И это соглашение как раз-таки заключили на фоне глобальной гонки за обеспечение доступа к этому ресурсу, который является основным материалом для аккумуляторов. И таким образом Сербия начинает осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и ЕС, но не с Китаем, например. И таким образом Белград стремится показать, что он хочет стать частью единого европейского рынка, рынка Европейского Союза. И, конечно же, сейчас Сербия делает все возможное, чтобы попасть в это большое расширение, которое может состояться в 2030 году. Ну, кстати, и тогда, возможно, и Украина присоединится к Европейскому Союзу. И я думаю, что Белграды понимают, что все-таки с Украиной им придется жить вместе в одной организации, в одном блоке, в отличие от Российской Федерации или Китая. Хотя, снова-таки, как я уже сказал, что Белград балансирует и поэтому там поддерживают, как я обозначил, контакты с Российской Федерацией и отказываются присоединяться к санкциям, введенным против Москвы. А также говорят, что Сербия в ближайшее время не вступит в Североатлантический Альянс. Но по поводу НАТО там, мне кажется, это вопрос связан не только потому, что на это как-то влияет Россия, а все-таки там неоднозначное отношение к членству Сербии в НАТО среди граждан этого государства, учитывая те боевые действия, которые происходили на территории Сербии как части бывшей Югославии. И мне кажется, что эти раны еще до сегодняшнего дня не зарубцевались, а вот членство в Европейском Союзе есть более вероятным для этой страны. Поэтому, я думаю, там и стараются не поддерживать излишнего тех проектов, в которых участвует Россия. Ну, как раз-таки я и говорю об РИКСе, как о том формате, где есть и Китай, и Россия, и также еще те страны, которые сближаются с Москвой. И, в частности, я думаю, что сейчас важно для Сербии показать западным партнерам, что они все-таки пытаются сдерживать баланс, но не склоняться к этим проектам, которые связаны с Россией, ну и вообще с теми странами, которые поддерживают антизападную повестку дня. И вот можно ли говорить, что некое влияние политическое, в том числе, Российская Федерация теряет над Сербией, учитывая, что Белград окончательно уже отказывается от закупки российских истребителей и заключает соглашение с Францией о покупке 12 истребителей «Рафаль» на 2,7 миллиардов долларов. Вот тут буквально такое уточнение. Абсолютно верно, потому что мы должны понимать, что все-таки Сербия – это страна, которая находится в Европе. И, как мы видим, что многие страны западных Балкан стремятся присоединиться к Европейскому Союзу. Многие из них также уже стали членами Североатлантического Альянса. И я думаю, что Белград не хочет постизать них. Он хочет все-таки быть членом единой европейской семьи, так же, как это и хочет Украина, например. Поэтому я думаю, что это правильный был бы выбор со стороны официального Белграда. Хотя я думаю, что в ближайшие годы еще будет сохраняться этот баланс. Но постепенно, шаг за шагом, Сербия будет отдаляться от России. И тут важно как раз-таки западным странам, странам Европейского Союза, Брюсселю, со всеми его институциями тесно сотрудничать с Белградом. Не отпускать его со своей орбитой и делать все возможное, чтобы в Сербии проходили реформы так, как полагается для того, чтобы это государство стало членом ЕС. И всячески в этом помогать, конечно, финансировать. Ну и чтобы все-таки в недалеком будущем это государство присоединилось. И чтобы западные Балканы стали уже, скажем так, регионом безопасности. А не так, как это было в предыдущие десятилетия или даже столетия. Когда территорию Балкан, Балканского полуострова рассматривали как пороховую бочку. И вот эта вот, скажем так, целая плеяда различных народов, культур, она, конечно же, не на пользу шла региону. Потому что были многие, скажем так, между ними стыков, скажем так, конфликты. И Россия, она часто использовала это в своих интересах. И как раз-таки делала все возможное, чтобы этот регион так или иначе не смог быть полностью интегрирован в западный мир. И как раз-таки Сербия осталась одной из немногих стран, где Россия еще имеет свое влияние. Но, по моим прогнозам, чем дальше будет это государство долаживать отношения с Западом, тем, конечно же, все больше и больше будет теряться связи с Москвой. И в конечном итоге, когда Сербия уже присоединится к Европейскому Союзу, я думаю, что эти контакты между Белградом и Москвой будут, скажем так, на еще более низком уровне. И таким образом мы сможем говорить о том, что все-таки эта страна отошла от того, чтобы быть геополитически связана с Российской Федерацией. Да, и тем более такой очень хороший сигнал отказа от закупки российских истребителей. Это пускай не НАТО, но, тем не менее, это связывается с странами НАТО, как ни крути. Вот теперь давайте разберем еще кейс Турции, поскольку это очень интересная заявка, поскольку на полноправное участие в БРИКС будет рассмотрена эта полноправная заявка, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ну а по источникам агентства Bloomberg, Анкара подала заявку БРИКС на фоне разочарования тем, что Турция за долгие годы таки не стала членом Евросоюза, Министерства иностранных дел и президент государства от комментариев по этому вопросу отказались. Но вот стоит отметить, что источники в МИДе, с которыми связались журналисты Евроньюз, сообщили, что никакой информации о заявке Анкары на вступление в БРИКС якобы не поступало. Ну и министр иностранных дел Хакан Фидан сказал, что Турция проводит встречи и переговоры со странами-членами БРИКС. И напомню, что это экономический союз, инициатором создания которого была Россия, но в свою очередь Еврокомиссия во вторник намекнула, что с БРИКС Европейскому союзу не по пути. Вот по вашему мнению, если уж Ушаков говорит, что все-таки рассматривают эту заявку, что задумал Эрдоган и на самом деле для Турции участие в БРИКС зачем? На самом деле стоит понимать, что Турция уже давно в принципе об этом заявляла, но тогда это было, скажем так, в разрезе того, что Анкара хотела таким образом шантажировать Европейский, если так можно сказать, Европейский союз, потому что она никак не могла получить зеленый свет для того, чтобы можно было как-то более интегрироваться в европейское сообщество. И мне кажется, что из-за того, что все-таки пока что нет какой-то глубокой интеграции, и более того, уже говорят многие о том, что ее интеграция Турции в Европейский союз заморожена, поэтому она все-таки решила попробовать интегрироваться с БРИКСом, как с той организацией, которая может быть якобы альтернативой, но как заявляется, что на самом деле нет, что Турция открыта для различных проектов, инициатив и тому подобное, но снова-таки мы должны понимать, что Турция это то государство, которое находится как раз-таки на пересечении путей из Запада на Восток и наоборот, и в принципе для, как для этой страны, так и для тех государств, которые существовали на ее территории, до нее постоянно был непростой выбор между Западом и Востоком, и постоянная шла борьба между этими различными, скажем так, полюсами и культурами и тому подобное, чтобы иметь влияние на этот регион, на регион Малой Азии, на регион Анатолия и тому подобное, ну скажем так, как их исторически называют. Сейчас тут находится именно турецкое государство, и, конечно же, оно так же, как и предшественники, балансирует между Западом и Востоком, ну например, в отличие от той же Сербии, она все-таки не находится, скажем так, географически полностью в Европе, наоборот, и, конечно же, за нее идет борьба. Но мы также должны понимать не только это, не только фактор географии, тут играет роль, ну и, конечно же, современная геополитика. Все-таки президент Турции Реджеп Таи Пардерган, он имеет, скажем так, тесные связи с Россией, ну и также он имеет связи с Западом в контексте НАТО, но в последнее время не всегда эти связи есть успешными. Видим, как Анкара имела много, скажем, таких спорных вопросов с Соединенными Штями Америки, а также с потенциальными членами Альянса, которые уже присоединились к нему, я имею в виду, например, со Швецией. И вот это вот, кстати, вот этот фактор, он дает о себе также знать. Но также мы должны понимать, что далеко не факт, что Турция присоединится на Казанском саммите БРИКС, хотя уже к этому все идет, но снова-таки мы не знаем, смогут ли другие страны это поддержать, например, тот же самый Китай, вот, все-таки Турция это страна-член Альянса, и неизвестно, будет ли для этой организации приемлемо принимать, скажем так, фактически западную страну, в том смысле, что она находится в Западном Альянсе, хотя она по своему культурному коду не относится к западному, но тем не менее. Ну, посмотрим, но мы должны понимать, что для России важно, скажем так, вокруг себя и вокруг других стран, которые составляют этот БРИКС, объединять новые государства. И тут это также можно рассматривать как в контексте противостояния западному миру, так и в контексте мирного урегулирования Российской и Украинской войны, так как как раз-таки это большинство стран, которые сейчас составляют этот формат БРИКС, они относятся к странам глобального юга, а, как известно, как раз-таки идет борьба между Киевом и Москвой за эти страны, чтобы, скажем так, переговорные позиции были выше как раз-таки во время возможной встречи за единым столом украинской и российской делегаций. Да, вот тут как раз Станислав хотела вас уточнить, а зачем это Российская Федерация сотрудничать с ненавистным представителем, да, ненавистного НАТО страной. Тут напомню, что 20 лет, уже более 20 лет Турция в НАТО. Ну и, конечно же, как это повлияет на многолетний путь кандидатства-то Турция получила в 99-м году в ЕС. И если, конечно же, этот путь был не только декларацией о намерениях, тут же многовекторность не получится. И как это, в принципе, с российской стороны, и к тому же Китаю вы также хорошо отметили, что Турция будет конкурентом, в принципе. Вот как вы видите, действительно ли примут Турцию? И как тогда будет Россия объяснять, да, что с членом НАТО сотрудничает? И как тут быть? Я хочу внести уточнение, что Турция стала членом Альянса еще в 1952 году. И, скажем так, именно это государство стало тем, которое смогло, скажем так, сбалансировать ту ситуацию, которая имела место быть во время Холодной войны. И как раз-таки благодаря членству с этой стороны в Альянсе Россия не смогла, либо Советский Союз еще на то время доминировать в Черном море, но также не смогла выйти к Средиземноморью, потому что такие планы были, Россия, или, скажем, СССР, но уж таки Москва хотели эту страну использовать для своих ипотических интересов. Потому что тогда Советский Союз имел острые отношения с Соединенными Штатами, и как раз-таки между ними и шла борьба за этот регион, то, о чем я говорил. То есть фактически постоянно в различные времена идет, скажем так, борьба за эту страну, либо за этот регион в целом. Сейчас мы видим, что, да, с 1999 года Турция стала кандидатом в члены в Европейский Союз, но с тех пор ситуация не изменилась, потому что все-таки в Турции есть проблемы с верховенством права, с демократией и тому подобное. И это, конечно же, тормозит ее дальнейшую интеграцию в ЕС. Как оно будет дальше, трудно сказать. Все зависит от того, как сам турецкий народ будет видеть себя, либо частью Запада, либо частью Востока. И, по моему мнению, за Турцию еще можно побороться. Тут нужно, скажем так, пересмотреть все те отношения, которые были между, если брать Европейский Союз, например, между ЕС и Турцией за последние годы. И как раз таки, возможно, можно будет снова разморозить, скажем так, дальнейшую интеграцию Анкары в Евросоюз. Но все зависит от того, также присоединится ли Турция к БРИКС или нет. Если она будет в БРИКС и все-таки мы будем наблюдать то, что эта организация все больше и больше превращается в какой-то там экономической, в геополитическую и нацеленной против Запада, это, конечно же, может иметь негативные последствия для современной геополитической повестки дня. И мне кажется, что тогда будет более трудно вырвать Турцию из БРИКСа. Ну, а по поводу Китая мы видим, что там уже заявляют о многополярном мире. Это то, что фактически заявлял Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. И вот эта вот схожесть этих нарративов, это не может не тревожить, потому что это означает, что фактически такие страны, как Россия, как Китай, они лукавят. Говоря, что не хотят больше там сотрудничества, такого, скажем так, добросовестного, конкурентоспособного и тому подобное. Нет, на самом деле тогда они создают отдельный полюс силы, направленный против Запада и всего цивилизованного мира. А значит, как раз-таки за такие страны, которые хотят присоединить к БРИКСу или других таких подобных организаций, нужно бороться, потому что от этого зависит будущее всего человечества. Вот этот второй полюс, который создается, он не принесет ничего хорошего, потому что там будут преимущественно страны, которые имеют антизападную повестку. Многие из этих стран являются диктаторскими, такими, скажем, авторитарными, и которые ратуют за то, чтобы, скажем так, эти режимы, чтобы удержать свою власть. Поэтому это, конечно же, имеет, скажем так, большие угрозы для всего демократического сообщества. Абсолютно с вами согласна, Станислав. Ну, тогда, вот заканчивая наш разговор, и по идее, чтобы не быть, так сказать, страной двойных стандартов, ну, это я про Россию, должна теперь Россия поставить ультиматум Турции, да, отказаться от кандидатства в ЕС и выйти из НАТО, получается. Вот такие ультиматумы, как когда-то Украине Российская Федерация поставила такие ультиматумы, причем еще и даже не дождавшись ничего, да, напала на Украину. Спасибо вам большое, Станислав, за ваше время. Спасибо вам. Я помню нашим зрителям Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, был с нами на связи, обсуждали, зачем Турции вступать в такую организацию, как БРИКС. Ну, а темы дальше еще на телеканале Freedom будут не менее интересными. Мои коллеги их уже для вас готовят. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...